Всех представителей знака Зодиака Скорпион, я рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Ева Лехцер. В данном видео хочу предложить вашему вниманию ваш Таро прогноз на август 2019 года. Работать я буду сегодня с колодой Мистическое Таро. Покажу вам упаковку для тех, кто практикует сам. Хочу вам напомнить, что расклад является общим. Он не может однозначно проиграться у каждого из вас. Поэтому обращайте на это внимание. Если у вас не проигрывается по знаку Зодиака, смотрите по асценденту. Не проигрывается по асценденту, значит я в принципе не ваш практик. У нас нет с вами сонастройки. Просто прийдите это во внимание и пройдите дальше. Итак, настраиваемся на расклад, расслабляемся и смотрим, что же вам готовит в последующий месяц. Общая атмосфера, что вас ждет в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Ну давайте смотреть. Ой, ну на общую атмосферу месяца у вас падает карта влюбленной. Ситуация выбора. Давайте смотреть, что же вы тут будете выбирать и в какой сфере. Так. Вот так-то, да. Что мне вам сказать, скорпы? Из песни слух не выкинешь. Влюбленный, перевернутая десятка жестов и карта луна. Значит, по связке карт однозначно. Либо это попытки переложить ответственность и обязанность на чужие плечи. Неважно, чего это касается. Аспектов работы, заработка бытовых обязанностей. То есть вы знаете, как сбросить в себя груз каких-то проблем за счет манипуляций и фальши и обмана. Ну потому что луна к этому предполагает, да. Вы знаете, что это карта измен, карта обманов, карта страхов, интриг, внутренних сомнений. Ну и на повестке дня, безусловно, здесь у кого-то будете ставить точку в любовном треугольнике. Потому что влюбленная луна и перевернутая десятка жестов, это избавиться от тягощающих вас отношений. То есть сделать какую-то ситуацию выбора, потому что вот это вот метание туда-сюда, либо настолько вас истощит, либо вымотает, что, ну вот, вы знаете, как просто уже усталость. То есть зачем вам лишний груз проблем? Это то, что у вас идет на повестке этого месяца. Хорошо, давайте смотреть относительно работы. Ну в плане работы, как вы видите, здесь падает правосудие, и селишь, что посеешь, что пожнешь. Значит, как здесь может отыграться ситуация? Если вы трудоустраиваетесь, вы соискатель, однозначно здесь аркан указывает на ситуацию, что будут оценивать ваши прошлые заслуги. То есть либо смотрите рекомендации, либо ваш послужной список. Однозначно тут будет оценка ваших качеств. У кого-то по правосудию, особенно если вы устраиваетесь в органы административной и законодательной власти, то это и проверки на полиграфе, и вообще соотношение ваших задаток, ваших способностей, а не врете ли вы, насколько вы компетентны в той либо иной отрасли. То есть вам сделают проверку «Будь здоров». Начиная от уровня IQ и заканчивая какими-то такими элементарными творческими способностями. Но могу вам сказать, по справедливости заслужите то, на что претендуете, потому что здесь на самом деле карта говорит о справедливой оценке. И если вы действительно человек, достойный с перечнем навыков на эту должность, вы ей соответствуете, однозначно вас примут. Если вы наемный сотрудник, вот здесь уже ситуация немного иная. Объясню почему. Потому что здесь данный аркан указывает на ситуацию. Что может быть проверки? Проверки любого рода. От финнаудита, проверки налоговые, проверки, что касается, в принципе, вашего предприятия, со стороны вашего руководства. То есть выполнение плана, еще каких-то моментов. То есть однозначно здесь вы будете под прицелом. Потому что данный аркан, во-первых, он указывает на то, что необходимо будет вам равномерно распределить обязанности, ответственность за выполняемую работу. Но и также это, в принципе, период разрешения конфликтов, проблем и снятия, знаете, как общего напряжения. То есть, например, уехали те сотрудники, которые вас напрягают, ушли в отпуск, либо уволились. Ну, то есть, знаете, какая-то ходит деструктивная обстановка. Но и еще такой момент. Поскольку вы наемный сотрудник, у кого-то здесь будут эти вот проверки, да, какая-то сложная, запутанная ситуация, в которой могут помочь разобраться только судебные инстанции. Ну, например, если у вас на предприятии было ЧП, либо случится ЧП, это будет полный анализ и проверка деловых качеств и вообще спектра вашей работы. Но, тем не менее, поскольку карта в прямом положении, как вы видите, ситуация и фортуна будут на вашей стороне. То есть, все решится ровно. Аналогично ситуация будет отражаться у тех, у кого свой бизнес. То есть, ждите проверок. Проверки, проверок как по наводке, так и проверок плановых. И вам этого не избежать, потому что здесь могут быть перечень административных штрафов и выяснения взаимоотношений, и претензии к заполнению налоговых деклараций, и перечни вообще документов, да, насколько корректно вы их ведете. Поэтому, если четко знаете, что в этом у вас есть пробелы, подстрахуйтесь, да, в августе месяце постарайтесь решить все вот эти вот аспекты, чтобы потом вам не было мучительно больно, особенно в финансовом плане. Что же касается у вас финансов? Ну, замечательно. Нам, кстати, вот месяц тот, который вам судит большие перспективы, очень хороший стабильный заработок, финансовую помощь, особенно если вы на нее рассчитывали. Для многих это в аспекте кредитования, либо рассрочек. Если вы планировали взять кредит, там, ипотеку, занятие близких, однозначно вам помогут. Плюс, помимо всего прочего, карта хорошего дохода. Единственное, что да, по этому аркану кто-то может потребовать и вашей финансовой помощи, но это уже даже как с позиции совета не отказывайте. Здесь не только с позиции плюс об карму, а сама по себе ситуация вам впоследствии поможет либо обзавестись нужными связями, либо человек вам окажет помощь впоследствии старицы. Поэтому, если все-таки такая ситуация у вас будет стоять на повестке дня, задумайтесь. То есть, стоит вам оказывать помощь чайку или нет, то есть, не спешите говорить «нет», не спешите с отказом. Относительно здоровья. Ну, перевернутая тройка жезлов, мне даже как бы не вызывают сомнений, знаю скорпионов. Пахабное отношение к здоровью, в прямом смысле этого слова. Потому что перевернутая тройка жезлов – это ваше отмахивание, отнекивание и какая-то внутренняя боязнь в целом проходить обследование. Потому что это велотекущие процессы, которые у вас переходят в хронический. Уж простите, но по причине вашего наплевательского отношения к здоровью. По-другому я сказать здесь не могу. Я понимаю, что нельзя обобщать всех и вся всех под одну гребенку, но что касается августа месяца, ситуация здесь однозначно. То есть, если то, что вас беспокоит, оно будет только усугубляться, потому что у вас нет времени, нет финансов, либо нет желания. И ситуация идет каком по накатанной. И вообще тройка жезлов – это карта у нас ЖКТ. Поэтому, скажем так, готовьтесь. Это не с позиции запугивания, это просто к тому, что, ну блин, займитесь вы уже своим здоровьем. Относительно личной жизни. Рыцарь Пентакли. Что же у нас здесь на повестке дня? Скука, рутина, серые, ничем не примечательные будни, работа, работа, финансовые аспекты, все то, что мы скажем, от чего мы отказаться здесь не можем. Что еще вместе с тем? По этой карте однозначно с позиции отношений это карта постоянства, надежности, верности, да. И это уже, знаете, как правильно объяснить. Вот если у вас была ситуация любовного треугольника, четко прелесть, все, вот я буду с ней, или я буду с ним, сделали выбор, и будете вот прям как бы на пролом, медленно, но верно в этом направлении. Потому что карта по этому аркану, это, знаете, во-первых, у вас в приоритете физическое влечение к партнеру, либо партнерше, плюс материальная составляющая ситуация. То есть вам значимо, чтобы ваш партнер, либо партнерша еще хорошо зарабатывали. То есть обыске, вы в отношениях состоять не будете. Вы будете для себя здесь искать зону комфорта. Сейчас мы дотянем для свободных товарищей. Будете выжидать ситуацию, здесь не поменяется, отношений не будет. Для качелеобразных отношений. Вот здесь падает король Пентакли. Если смотрит девушка, то отношения с мужчиной земной стихией, телец, дева или козерок. Либо же это просто карта может указывать на супруга, или же человека женатого. Вот поэтому ситуация любовного треугольника, и будет у вас здесь разбор полетов. Для тех, кто же состоит в постоянных, стабильных связях. Девятка мечей, карта страхов. Чего же вы так боитесь у нас? Боитесь, что ваша барышня возьмет бразды правления в свои руки, скажем так, и полностью падает в ваше вторитель. Это вот совершенно напрасно. Потому что вот в плане партнерства, как показывают здесь карты, наоборот, вы только получаете поддержку, как эмоциональную, так и базовую, финансовую. И на самом деле ситуация для вас вырулит здесь плюс. Но и относительно совета. Как здесь падает карта перевернута умеренность. Нет баланса, нет гармонии. Но в этом вы виноваты сами. Это будет отражаться у вас в первую очередь на вопросах здоровья, вот эти ваши нервные стрессы, срывы, и у кого-то относительно личной жизни. Значит, по этой карте выходите из ситуации стагнации, застоя, депрессии и прочего. И, наконец, насколько бы не было это болезненно, делать для вас значимый выбор. Потому что по перевернутой, по шоку, как вот эта ситуация фальши, лжи по мелочам и обмана, она для вас идет в деструктив, в минус. То есть здесь на самом деле вы только больше теряете, нежели получаете. К сожалению, выбор для вас здесь неизбежен. Придется его делать. Если анализировать месяц в целом, месяц значимый для многих в плане личной жизни, повторюсь. В остальных и в плане работы. В работе продуктивен, в финансах продуктивен, в личной жизни, да, есть потери. Придется от чего-то отказаться, но, увы, как есть. Ну, а если у кого-то стабильные связи, то прорабатывать свои страхи. Относительно здоровый месяц проходящий, но если будете затягивать, потом может вылиться в большие проблемы. Поэтому делайте, пожалуйста, для себя выводы. Вот такой вот месяц предстоит у Скорпионов. Отписывайтесь мне, пожалуйста, в комментариях, как он у вас проиграется, либо не проиграется. Для тех, кого интересуют мои индивидуальные контакты и индивидуальные консультации, ссылки вы сможете найти под этим видео. Как со мной связаться, написать и как коммуницировать. Я вас искренне благодарю за внимание. С вами была Ева Лехцер. До новых встреч. До новых встреч. Продолжение следует...